Голобородько против Зеленского. Кто победит? Сможет ли президент реальный повторить подвиги киношного прототипа? Голобородько. Шут у меня был. Прошка Голобородько. Украинцы во многом проголосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, потому что видели в нем воплощенный в сериале «Слуга народа» образ президента Василия Голобородько. На российском ТВ этот проект не показывали, зато «Внезалежный» – «Слуга народа» – настоящий народный хит, причем уже на протяжении трех лет. Зеленский там сыграл принципиального, честного, не без слабости учителя истории. Герой неожиданно встает во главе Украины и старается навести там порядок. Такое впечатление, что вам там укол делают после выборов. Жил-был честный украинец, патриот выбрали, стал хитрым, скользким, вороватым, хохлом. Вы считаете, он стал хитрым, скользким, вороватым, хохлом. А может быть, он и был таким хохлом? В сериале. Василий Голобородько отказывается от лимузина и в первый же рабочий день едет в резиденцию на маршрутке в компании с запыхавшимся, но сумевшим догнать его премьер-министром Юрием Чуйко. Вполне возможно, вы на ЗАЗе изобрели новую Таврию, новая модель, летающая Таврия. И теперь нам абсолютно не нужны ни мосты, ни дороги. Позже он издает распоряжение, чтобы все чиновники прекратили ездить на роскошных служебных лимузинах и пользовались общественным транспортом или добирались на работу на велосипедах. Однако затея терпит крах, поскольку журналисты выясняют и показывают, что чиновники доезжают до определенного места на лимузинах, в том числе и премьер-министр, а потом достают из багажников своих иномарок велосипеды и последний квартал добираются до работы на двухколесных машинах. Владимир Зеленский отказался от этой идеи еще до победы на выборах. Отвечая на вопрос журналистов о способе передвижения и почему он ездит на иномарке с охранником, он грустно посмотрел в камеру и спустя несколько пауз сам же в ответ переспросил. Василий Голобородько отказывается от охраны и распускает ее, чем ввергает в депрессию личного телохранителя Толика. Впрочем, через некоторое время он возвращает Толика на работу и после возвращения становится еще и личным водителем президента на своей машине. Владимир Зеленский уже своим ответом Доказал, что ни на какие подобные шаги он идти не намерен. Кроме того, охрана главы государства регламентируется действующим законодательством, а не хотелками первого лица. В сериале Президент Голобородько, чтобы разгрузить улицы украинской столицы, вывозит все правительство и министерство, а также Верховную Раду в новую резиденцию в национальный комплекс «Экспоцентр Украины», который ранее назывался ВДНХ УСССР на юго-западе Киева. Для самого президента, его администрации, парламента, а также нескольких министерств используется центральный павильон номер один, общей площадью 2200 квадратных метров. Здание не имеет соответствующей инфраструктуры, мало места, а потому число депутатов кардинально сокращается, а голосуют они отныне руками и считают голоса, как в старые добрые времена. Вы шутите? А я похож на юморист. Да. В жизни Владимир Зеленский действительно говорил о желании сократить администрацию президента и перенести ее и резиденцию президента из правительственного квартала с улицы Банковая, где она сейчас находится, в какое-то другое место. И до выборов, и сразу после них. Об этом он заявил на первой пресс-конференции, на которой выступал в качестве победителя выборов. Да, мы не хотим быть в этой администрации, это правда. Я должен туда сначала попасть. Я не знаю, где будет это место. Оно должно быть открытым. Мы хотим сокращать администрацию президента. Я бы не хотел, чтобы в Киеве был трафик, поэтому я бы хотел найти такое место в Киеве, а может быть около Киева, чтобы не было кортежей. Я хочу в целом избавиться от кортежей. Сейчас на меня строго смотрит охрана. Найдем место. Кстати, госохрана уже отреагировала. Конечно, любое решение, которое примет президент, управление государственной охраной будет выполнять и будет ему обеспечивать безопасность, независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом месте. Ответил новому первому номеру страны начальник управления государственной охраной Валерий Гелетей. То есть переехать можно, но только после того, как на новом месте все будет построено, снабжено, защищено и так далее. А денег такое потребует немеренно. Словом, скорее всего, все останется как было. А уж про сокращение Верховной Рады Украины Зеленскому в реальности лучше и не заикаться. Во-первых, для этого надо менять Конституцию Украины. И не по мелочи поправку принимать, а кардинально менять. А во-вторых, никто ему такого сделать не позволит, поскольку сама Рада за такое решение не проголосует. Кстати, место жительства реальному Зеленскому, в отличие от его киноперсонажа Голобородько, также придется сменить, поскольку глава государства обязан проживать на охраняемом объекте. В сериале. Один из главных моментов первого сезона – формирование нового правительства. Голобородько в соответствии с прогрессивными веяниями о заявленной прозрачности у государственной политики объявляет открытый конкурс на замещение должностей министров. Но старые власти и олигархи устраивают подставной конкурс, чтобы провести своих людей. Все раскрывается в последний момент, и в отчаянии Голобородько решает сформировать правительство и своих старых друзей и одноклассников. Тетяка, молю Бога, чтобы вы, как новый министр инфраструктуры… Василий Петрович, стою бы… Тетяка, не надо. Господин президент, не волнуйтесь, вы же меня знаете, я не подведу. Бывшей жене он предлагает возглавить Нацбанк Украины. Он продавливает это решение, выкручивая руки премьеру и сокращенной Верховной Раде, но против назначенной на должность главы СБУ старой учительницы, организует провокацию, подсыпая ей сильнодействующее вещество в воду, после чего она увольняется, а Голобородько выписывает нового кандидата на это место из-за границы. В жизни. Это один из самых фантастических и нереализуемых сценариев, которые Зеленскому никто не даст сделать. Состав правительства согласовывается в ходе консультации с парламентом, а президент назначает министров по представлению премьера. За эти места будет идти долгий и ожесточенный торг, как в Раде, так и за кулисами. Да Зеленский и сам вряд ли пойдет на такое. Кумовство даже и самых лучших побуждений совсем не то, чего от него ожидают избиратели. Именно на кумовстве, в частности, погорел Порошенко. Кстати говоря, невероятность варианта назначения своих и честных даже в фильме вызывает умиление своей показушной наивностью, поскольку рядом с Голобородько хорошие, в принципе, люди, свои же родственники Василия Петровича, после его избрания стараются по максимуму урвать жизненных благ. В Америке? Да. А еще дом в Гавайях. Квартира в Лондоне. Пять слитков с золотом. Десять сумок Эрме. Спортивный, эксклюзивный костюм Фензи за 10 тысяч долларов. Тетя Катя побила все рекорды по жадности. Мы попытаемся все решить демократическим путем. Получилось же у скандинамов победить коррупцию законно. Новым министрам, олигархами, с целью компрометации команды Голобородько предлагаются взятки. Те их берут, даже запрашивая большие суммы. А когда олигархи предвкушают, как они будут шантажировать нового президента, ПТВ показывает процесс сдачи взяток и объявляет, что все собранные деньги пойдут обманутым вкладчикам. Оказывается, это была спецоперация команды во главе с Голобородько, который все так и распланировал. Человек, который пытался подкупить членов моей команды, был только что арестован. Им оказался высокопоставленный офицер службы безопасности Украины. Уже ведется следствие. В жизни. Такой сценарий не реализуем, поскольку само по себе наличие подобного компромата все равно оставит след на репутации и в любом случае будет использовано в изначально планируемых целях. Кроме того, любые денежные средства, полученные незаконно, должны, по законодательству, направляться в государственную казну. В сериале. Голобородько предпринимает несколько попыток улучшить благосостояние населения и навести порядок в финансах государства. Глава фискальной службы собирает родственников депутатов и олигархов, на которых записаны различные бизнес-активы в своем кабинете, и грозит им уголовным преследованием с реальными сроками. Сам Голобородько проводит налоговую реформу, снижая процентную норму отчислений, но охватывая все слои населения. Чем вызывает у последнего, в том числе и у собственного отца, бурю негативных эмоций, поскольку папе теперь необходимо покупать у государства лицензию на частный извоз, которым тот занимается. А тут еще наступает время возвращения части долгов МВФ. Я хочу поблагодарить главу МВФ и членов Совета директоров за потраченное на нас время. С чувством глубокой благодарности хочу сказать. Идите вы в жопу. Голобородько вынужден пойти на крайне непопулярные и жесткие реформы. В частности, на повышение пенсионного возраста, из-за чего теперь его собственная мать должна вернуться на работу. В жизни. Именно тут все будет развиваться по сценарию. Нет, не в плане облегчения бремени для населения. Один из руководителей штаба Зеленского уже заявил, что снижение тарифов на коммуналку не находится в видении президента. Не получится и поднять зарплату учителям до 4000 долларов, как обещал реально Зеленский учителям перед выборами. Сценарий смыкается с реальностью в том отношении, что надо возвращать МВФ предоставленные фондом займы. Да еще с процентами, а делать это не из чего. Уже в мае надо вернуть МВФ 1 миллиард 700 миллионов долларов. Казна способна выделить для этих целей лишь 800 миллионов долларов. И хотя в мае это будет еще заботой Петра Порошенко, возвращать долги далее придется уже не ему и не Голобородько, а Зеленскому, а там несколько более мелких платежей. А в декабре бах, еще один транш в 1 миллиард 700 миллионов долларов необходимо перечислить по тому же адресу. И очень похоже, что Зеленскому, если он не исхитрится достать денег к этому сроку, придется идти по пути непопулярных реформ Голобородько. После чего история может пойти совсем не по киносценарию сериала «Слуга народа». Ау-ау-ау-а, у нас будет слуга, у нашего народа пока нет стопова. Ау-ау-а, у нас собственность слуга, встречаем вас странно по окой в мире, как и так. «Слуга народа».